Добрый день! Это программа «В центре внимания». И сегодня у меня в гостях директор Амурского областного краеведческого музея Елена Ивановна Пастухова. Добрый день, Елена Ивановна! Добрый день! И сегодня на такую интересную тему будем говорить. Впервые, по-моему, Амурский областной краеведческий музей вышел в народ, в люди и объявил конкурс на создание экспозиции. Как так? Мне кажется, это прям какое-то вот такое пахальное событие. Я рада, что вы это почувствовали. Конечно, это результат, принять это решение было непросто. Это непросто, поскольку если прошлую экспозицию строили москвичи в середине 80-х годов, и считалось, что только такого уровня специалисты могут создать действительно полноценную, грамотную и художественно оформленную экспозицию. Ну, прошло 20 лет. И стало очевидно, что сейчас мы стоим перед проведением капитального ремонта. Зал и вообще музей меняется, и впереди нас ждут новые экспозиции, в том числе и экспозиция, посвященная Албазинской эпопее, мы так назвали. Экспозиция, рассказывающая о истории освоения русскими при Амуре в 17 веке. Мы уже на протяжении как минимум трёх лет занимаемся этим вопросом, и мы заказывали этот проект хабаровскому художнику Сучкову Александру Александровичу. Он, безусловно, профессионал в своём деле, он музейный художник, но он работает в Краеведческом музее города Хабаровска, он делает экспозиции в Хабаровском музее, он построил достаточно много музеев по региону, по Дальнему Востоку, и хороших музеев, я ничего не могу сказать. Но тут вы решили, что он стал повторяться. Он стал повторяться. И когда мы заказали ему проект, он привёз проект, ну, вот подкопаться было не к чему, но понятно было, что всё-таки формальный подход, формальный. То есть душ он, по-моему, в душу не вложил. И, вы знаете, я поняла главное, что душу может вложить только жители Амурской области, которые… То есть здесь упор делается на жителей, чтобы всё-таки они были главными инициативами. Да, да, это областной конкурс, именно областной. И мне кажется, я уже видела хорошего уровня дизайнеров, художников, молодых. Я обращаюсь в первую очередь к молодым, к молодым дизайнерам, которые хотят свергнуть пьедестала всех старых, ну, так же, маститых художников, у которых есть идеи, креативные идеи, нестандартные. Более того, люди, способные рисковать, которые видят, скажем, историю албазинской крепости, албазинского воеводства оригинальными формами и методами, включая новые технологические особенности. Здесь, может быть, предложено всё. И вот витрина 3D — это наша последняя, безусловно, мы её обязательно включим в экспозицию. Это новые разработки, и вы их применяете. Но мне кажется, вот с этой экспозицией вы прям такие отважные. Отважные. Я даже боюсь как-то вас по-иному назвать, но мне кажется, это нужно вот смелость иметь, чтобы вот так отважиться, да, и позвать на помощь жителям. Вы знаете, я, когда я не дождалась телефонного звонка от рекомендованного мне дизайнера, я сейчас не буду называть его фамилии, я ждала каждый день его звонка. Я думаю, что если он меня слышит, он поймёт, почему я так, мне так больно, что я не дождалась от него звонка. То есть сначала мне казалось, что я просто обращусь к дизайнерам и художникам. Они не помогут. Они не помогут. На самом деле, наверное, что-то не так радужно, как мне хочется в это верить и видеть. И я пришла к выводу, что тогда мы обратимся ко всем. Ко всем жителям Амурской области, специалистам, конечно, потому что это профессиональная работа. В том числе и творческие, могут создаваться творческие коллективы. Но вот вы планируете, что у вас будут заняты художники, дизайнеры, архитекторы, так указано в положении, да? Всё-таки люди, имеющие какое-то образование, не просто так в улице. Не просто так. Тем более, что эта экспозиция, это же не просто временная выставка, это постоянная стационарная выставка, которая в ближайшие 20 лет, ну так условно, будет представлять Амурскую область. Более того, тот конкурсант, который с проектом победит в этом конкурсе, там предполагается премия, я хочу сказать, что это не предел. Там 30 тысяч из нами заработанных денег. Но знаете, по-моему, в этом конкурсе, да, это вот не главное. Не главное. Вот денежный приз какой-то, это не главное. Конечно, мы прямо золотыми буквами впишем его имя в историю Амурского областного кровеческого музея, в историю Амурской области. Более того, с этим победителем будет продолжена работа по проектированию всех других залов. А у нас ещё и зал XIX века, зал капитализма, у нас ещё зал истории епархии, у нас зал революции гражданской войны. Ну, хотелось бы, надо сказать, вот хотелось бы, чтобы музей снялся. Да, да. Какой-то вот в современном направлении. То есть мы готовы выслушать любого, любого с предложениями, что нужно поменять. И тогда мы при подведении итогов обязательно будем учитывать мнение жителей Амурской области. Неважно, художник он или не художник. Главное, чтобы он любил, увлекался историей Амурской области, знал её и был готов сотрудничать. Вот кто будет оценивать вот эти проекты, которые на конкурс будут представлены? Я там видела, что у вас там больше дюжины, да, каких-то специалистов. Какой области? Ну, я, пусть это не звучит не скромно, но пальму первенства в решении председателем оргкомитета комиссии я оставила за собой решение, принципиальное решение. Туда входят в первую очередь специалисты музея. Специалисты музея, экспозиционеры, главный хранитель, заведующие, заведующие экскурсионным отделом, все специалисты, которые работают в музее. Работники музея не останутся в стороне. В том числе и члены учёного совета, доктора наук, и председателя учёного совета Андрея Павловича Забияка. Чтобы никто нигде ничего не переврал, да? Чтобы всё было на престоле. Да, исторических наук Александр Валерьевич Иванов. Мы приглашаем Сотникову, Елену Алексеевну, Телюк Татьяну Николаевну. От Министерства культуры в составе комиссии будет Ребюзант Виталий Александрович. Люди достаточно известны. Да, Владимир Евгеньевич, с которым мы строили в героических условиях Албазинский музей. Поэтому человек проверенный, надёжный и, самое главное, творческий мыслящий. То есть, я думаю, что не будет проблем. Все заинтересованы, все будут благожелательны. Сроки какие-то? Сроки. Есть? Когда мы всё это увидим? Либо когда мы увидим проект? Ну, мы обозначили срок 20 декабря. Это проект? Это проект, да. Конечно, мы принимаем на протяжении… Вот мы объявили, и сейчас у нас август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ну, мне кажется, достаточно времени для того, чтобы реализовать это всё в графическом варианте, электронном, электронном. Просто попытаться нарисовать. Главное – озвучить свою идею. То она успеет реализоваться. Да, я тоже так думаю. 20 декабря – ну, это крайний срок. Я думаю, что предложение поступит значительно раньше. И этот проект будет представлен и министр культуры архивного дела, то есть победитель. И я попрошу его представить и губернатору Амурской области. Ну, в данном случае, я надеюсь, это будет Олег Николаевич Жемяка, прошу прощения. И, безусловно, это будет достаточно высокая профессиональная планка. Это будет профессиональный рост для победителя. Безусловно. Сколько времени вы отдаёте уже на саму реализацию, на строительство, так скажем? При решении всех других факторов обязательных. Как только мы просчитаем, обозначим цену вопроса, попросим деньги, я думаю, что полгода, и мы эту экспозицию построим. Но там ещё у нас впереди капитальный ремонт, мы разберём старую экспозицию и будем делать всё одновременно. Это цель моей жизни, я должна сказать, цель моей работы. Вот это самые главные слова, да? Всё будет подчинено созданию новой экспозиции и нового музея. На самом деле, посетители этого ждут. Я думаю, что вы и сами ощущаете, что посетители ждут перемен. Да. И перемен к лучшему. Да, да, да. Елена Ивановна, ну, это большое дело начато, да? Хорошо, что оно начато. Удачи вам в этом начинании. Мы, конечно, обязательно, как журналисты, будем следить за тем, как всё это проходит и развивается. Я надеюсь, что вы нам будете всё-таки показывать, что там получается, да? Удачи вам. Ну, а нашим телезрителям, напоминаю, у меня в гостях была директор Амурского областного краеведческого музея Елена Ивановна Пастухова. Всем спасибо за внимание и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин